Всем доброго дня, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу рубрику Эксперименты и сегодня мы проверяем такой миф о забивочках, как использовать меньше табака и что для этого нужно было сделать на каждой из видов чашек. То есть на чашечку, классику, на турку мы добавили вниз лимон, сделали в нем предварительное отверстие и положили просто табак сверху. То есть мы эту чашку ставим сразу на наш кальян и второй вариант забивки, как тоже покурить именно чашечку на фанель, если у вас осталось мало табака. Мы укладываем табак вот такими вот сегментами, оставляем небольшое касание для этого табака, чтобы частично поярче все-таки получилось раскрыть насыщенность вкуса. То есть сразу ставим наши чашечки на кальяны, колодки у меня были уже заранее прогреты с углями и посмотрим, как это все будет куриться в касании. Особенно мне интересно, как покажет себя классика именно с лимоном. Поэтому будут такие две достаточно агрессивные по температуре забивки. Посмотрим, что из этого вообще выйдет. Вот, собственно, кто хорошо знаком с кальянной индустрией, кто следит за другими блогерами, возможно, уже видели данную тематику. Мне тоже стало интересно попробовать это и воплотить в реальность, понять, действительно ли это работает. Единственное, что я знаю, что при забивке с фруктом на дне и табак сверху, то есть на классике, на классической чаше, получалось такое очень мягкое курение, как будто курица на фрукте. То есть крепость, ароматика оставалась примерно такая же, но продолжительность курения оставалась дольше. Вот, это мне показалось очень интересным и мне стало очень интересно попробовать это все. Если в забивочке на фан или конечно рассматривать, то большинство отзывов были о том, что присутствует пустотелость вкуса. И в силу того, что не вся область чаши заполнена, как бы крепость, все дымность, все раскрывается, все круто, классно. Но при этом имеется легкая ненасыщенность. Времень, думаю, уже прошло достаточно, учитывая, что у нас была достаточно агрессивная температура для чаши. И посмотрим, что у нас с этого получилось. На классике под лимоном, над лимоном, точнее, у меня лежит от Дафта Эренбрю. А на фан или у меня там находится груша у лимоната Блэкберна. Посмотрим, как все это будет твориться. Потому что могу сказать по классике, действительно, хоть у нас Дафт, который не очень не любит даже высокую температуру, особенно Касани, с лимоном курица очень здоровая, мягкая и приятно накуривает. Я в крайнем удивлении нахожусь сейчас. Очень интересно пробовать, что у нас стало с фанлом. Частично не хватило ему еще температуры для прогрева, но, тем не менее, тоже вкус и крепость раскрываются. Данные забивки имеют место быть вообще в вашей практике для домашних покуров. В силу того, что, если у вас вдруг осталось мало табака, а все магазины уже закрыты, и вот, ну, негде купить табак, и не знаете, что делать. Вот, пожалуйста, вам два варианта по нашей рубрике эксперименты, как можно попрыть кальяны, если не хватает табака, и при этом достаточно насыщенный и комфортный. Вот, я считаю, что эксперимент удался, это было достаточно интересно. Поэтому, если у кого-то есть какие-то пожелания, что бы вы еще хотели проверить, пишите нам в комментариях под этим видео, и мы с радостью проведем данный эксперимент. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.